Доброе утро! Я понимаю, что для вас не особо что-то изменилось, для меня много чего изменилось. Сегодня утром было очень холодно, сейчас очень жарко, поэтому я сейчас надену футболку. И я собираюсь поехать всё-таки кататься на катере. Я, наверное, вас уже задолбала этим катером. А жилетом? Жарко? Но так как сейчас ещё не совсем сезон, оказывается, катера-то в принципе не ходят, и они ждут наполнения. Поэтому у меня жутко повезло, что я в субботу оказалась здесь, и у меня есть шанс всё-таки попасть на катер. Сразу после высоты Архакул. Первая пещера на воде, которую мы посетим, называется Лизь. Если не будет катера, то я поеду на Джангуль. Ну, я посмотрела, там дорога, вот опять вот такая, это глина. И у нас во дворе все машины припаркованы, у всех колёса в этой глине. Я думала, я одна вчера такая замурзюканная приехала, а вчера все такие приехали. Ну вот, и сегодня ночью был дождь, и я думаю, если там ещё всё не просохло, на этом Джангуле, и будет грязь, то я там вообще по самые крыши забросаюсь этой оранжевой глиной, и потом ехать домой. В общем, я не знаю, что делать. И ещё один важный момент, меня подзадолбала эта капучино за 140 рублей, которая дома у меня стоит 65, ну, в смысле кафе рядом с домом. И я сейчас дошла до автостанции, нашла там кафе, которое выглядит очень плохо, но мне сделали кофе с собой, просто кофе, у меня капучино, просто кофе, тут такие красивые ирисы у людей за 60 рублей. Вот, так что сегодня у меня включился жмот, жмот-режим. Всё, переоденусь, позвоню по поводу катера, и потом в любом случае мы куда-то едем. Итак, во-первых, мой аутфит, не побоюсь этого слова, look of the day, прости господи, как вы видите, сегодняшний очень сильно отличается от вчерашнего, погода переменилась. Я сейчас пытаюсь попасть на Джангуль, в Оленёвке ремонт дорог, и единственная дорога на Джангуль перекрыта ремонтом дорог. Приезжайте в Крым, у нас всё создано для туризма. Смотрите, какое красивое ковыльное поле. Ковыль — это вообще трава моего детства, трава моего детства звучит очень странно, но мой дедушка, когда уезжал с пасекой на лето в степь, он мне всегда привозил букет из ковыля, и я её называла «шёлковая трава». Это вообще, это куча воспоминаний у меня сразу, когда я вижу вот эти вот штучки. Вот, и я в поисках какого-то альтернативного пути на Джангуль сейчас доехала аж до следующего села 10 километров. Ничего там не было. Навигатор упорно меня ввёл в обратную сторону, вот на эту дорогу, которая перекрыта ремонтом. И мне пришлось вернуться, я думала, что я вернусь обратно в Оленёвку. Кстати, вот Оленёвка, вот там мы вчера наблюдали серферов, и вон те белые куполы, где мы вчера ездили. Дальше вот море, береговая линия. То есть мы вчера... А, вот даже маяк вон видно, можно рассмотреть. То есть мы вчера ездили в ту сторону, как бы от Оленёвки в сторону Окунёвки. Легко запомнить. А сегодня мы едем от Оленёвки в сторону Черноморского. Но это всё по побережью, это всё получается самая-самая западная часть Крыма. И я вернулась, и эта дорога, она там залита битумом. Я понимаю, что, возможно, скорее всего, я испачкала машину. Но по ней машины ездят. Ездили, по крайней мере, до этого. Сейчас тут пусто. Я решила тоже попробовать, но дорога, в принципе, как и вчера. Вот, так что... Но мы не сдаёмся. Плоский мир ждёт нас, а мы ждём его. А вернее, мы ждём белых обрывов и ветреных скал Джангуля. Поехали! Эти ковыльные поля меня приводят в полный восторг. Ещё ковыль в сочетании с морем. Там маяк. Ну, а мы едем, куда-то едем по этому плоскому миру. Всё время как на тарелке. Горизонт недосягаем. Я вчера, когда отсматривала видео, снятое за день, я посмотрела вот на эти обрывы над морем, покрытые зелёной травой, абсолютно плоские. И я почему-то проассоциировала это всё с Seven Sisters. Потому что это, ну, так похоже. Это небо, обрыв, зелёная трава, плоская, всё. Единственное, не хватало коров. И что вы думаете? По пути на Джангуль, и я таки нашла коров. Вот они. Всё, теперь картинка полностью сложилась. Вы знаете, ошибочка вышла. Прошу прощения у всех любителей фауны, но это не коровы, это кони. Эпик фэйл. Это просто фантастика какая-то. Представляете, вот там обрыв внизу. И мы на самом углу угромке. Ну, вот там вот где-то смотровая площадка. Сейчас надо до неё доехать и уже нормально выйти, поснимать. Знаете, какой ещё хитрый момент вас подстерегает на дороге на Джангуль? Помимо того, что это грунтовка с камнями, а тут ещё много лошадиного кака. Это тоже следует учесть. Но это невероятная кровота. Сейчас я буду снимать и фотографировать. Блин, как красиво! Как море шумит! Ай! Ки-и-и! Ки-и-и! Субтитры создавал DimaTorzok Вот это край земли! Вы представляете? Вы представляете? Вот у меня всегда так. Тону, туда долго добираться, тону, это так далеко, тону. Я всё посмотрю на фотографиях, а потом я приезжаю, и у меня дух захватывает от красоты и восторга. И вообще теряюсь в словах и описаниях. Это просто потрясающе! Я ничего подобного в своей жизни не видела. И не думала, что я могу это увидеть в Крыму. О, это невероятная красота! Блин, так здорово! Я хочу проехать ещё туда дальше, ещё посмотреть. Может, и в ту сторону надо съездить. Может, и туда надо съездить. Но вы знаете, по-прежнему актуальна проблема с туалетом. Как бы никто не отменял человеческих процессов. Так, ну что ж, мы добрались до оползневого побережья. Это официально самый космический, самый сверхъестественный вид, который я видела в Крыму. Посмотрите, в сочетании с такого цвета воды. Это природный парк Тараханкутский. Просто вау! Просто вау! Невероятная красота! Тут вот есть тропа. Называется Тропа здоровья. Можно погулять. Вот эти скалы, конечно, выветренные. Будь здорова, спасибо, пожалуйста. Очень сильно пахнет морем. Красота. Здесь есть такие комбинированные туры, где вы едете сюда, а потом ещё идёте в трек по вот этим вот скалам. Либо плывёте сюда на катере, а потом идёте в трек. Гуляете. Ну, тут, конечно, есть где разгуляться. Очень здорово, очень красиво. Это великолепно. Я очень рада, что я отсюда приехала. Фантастически прекрасно. Фантастически минуем. Посмотрите. какая пена это взбило так сильно воду ветром образовалась какая пена это коса коса которая отделяет эту воду от моря вот эту воду как вы понимаете я вырулила из джангуля я тут даже вот какой-то караван еще все закрыто вот в зоне пляжа вообще все закрыто и даже больше она еще все строится то есть тут очень много строительных работ все собирают эти хинкальные шашлычные шаверменные пиво класс вино все здесь есть но она все еще в разобранном виде все только-только собирают вот из джангуля я выезжала по другой дороге не по той по которой заезжала она нормально тоже нормально и опять приехала на пляж хочу здесь посидеть подышать воздухом воды наверное не попадаю сегодня на катер потому что я им звонила в 10 часов они не сказали позвоните в 12 но в 12 я была уже на джангуле вот тут я так понимаю знаменитая оленевка виллич где-то у них с этой стороны номер улицы номер дома с пятой стороны хорошее у них место это за счет того что белый песок как белые камни лежат а а там где черная вода это камень за бросший водороскан обратите внимание наверх сейчас над вами откроется сквозной колодец грота был создан изначально местными браконьерами для того чтобы поднимать рыбу наверх во время штормовых погод здесь очень удобное место если во время любого шторма постоянно тихо на половину природной на половину рукотворных тот фильм смотрел вот в логово человек альфибий который закрывался решеткой уже снимали эти эпизоды нет его разорвало добро утро я уже собралась в путь ехать домой хочу запечатлеть свой номер с книжным шкафом имитации книжного шкафа прямо напротив кровати и здесь вот у меня какие-то гобели а тут у меня пушкин с гончаровой тут у меня тоже пушкин но самое интересное что эти книги все на английском языке здесь вот полное собрание сочинение шекспира скотт коллинз берни короли англии британские птицы так что они знали они знали кто к ним едет еще один гобели и мой вид на море все такой красивый а я знаю что